Чемпионов в группе H. Локомотив играет с Галатасараем. Идет 71-я минута матча. Счет 0-0. Галатасарай разыгрывает угловой Филиппе с мячом. Не торопится идти в обходку. Около него два железнодорожника, а вот около партнера по атаке. Опасная ситуация. 1-0. Пожалуйста. Как говорит мэтр, будьте любезны. Только я заикнулся о том, что вокруг Филиппе два футболиста, а около 57-го номера Хакана Унсала не было никого. Спокойно он получил передачу. Сделал нацельный пас в глубину штрафной площади. Только что вышедший на замену Сар взял и открыл счет. 1-0. Вот игра главой. Обчинникову не виноват. 0-1. Здорово выпрыгнул Сенегалец. Ничего Киеве у нас так не прыгает. Видите, Нижегородов. Нижегородов играл по Филиппе. А вот Дмитрий Сенников обязан был боковым зрением следить за другим футболистом Хаканом Унсалом. И не уследил. Ну а дальше там бессмысленно анализировать. Но проигрываем. Чистая игра в мяч в исполнении Батиста, которого по-прежнему считаю лучшим игроком на поле в сегодняшнем матче. Геннадий Нижегородов выиграл борьбу. Евсеев очень небрежно. Подарил мяч турецкой команде Филиппе. Разобрался с Евсеевым. Сохранил мяч в поле. Хаканом Унсал на Иргюна. Пас в штрафную. 2-0. Очень красивый голос был турецкой команды. Очень красивый. Ничего не скажешь. Ариф Эрдем. Шестой матч в этом сезоне. Не уходит с поля без гола. Все-таки один раз его упустили. Вроде внимательно по нему играли. А вот где игроки? Интересно хочется спросить. Почему опять последний пас делает футболист, которого не держит никто? В помине никого нет. Почему Филиппе позволили вот так вот издевательски финтить на левом фланге? Почему Хакан Унсал получил мяч, его никто не прикрывал? Почему вот здесь в этой ситуации, исполнявший последнюю передачу, футболист тоже был не прикрыт? 2.0.10 минут до конца матча.